Блин, покупают квартиры, машины, дают так рано, что на них не повлияет, что они взяты, не правят. Ну, бывает так, а то есть, он все равно белый. А влияет как? Бах, считай, у кого-то, например, там условно написано слово «жок». Не может быть, что делать, а вроде нет. Ну, короче, все равно где-то лампочки. И как бы люди подумают, а-да, наверное, там же вот такое. А раньше стояли, что мы видим, что мы стояли, что мы на основании. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Субтитры делал DimaTorzok 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 Великолепно Вчера вечером, в простое Сейналов, он, короче, он может быть полпопадаться или где-нибудь. Ну, вот Веном название знакомо, но я Веном знаю. С фарой он. Саратик? Да. Да, который его вот так, с трех кулара упал. Короче, это Веном. Войтенка спасал в этой ситуации. Я не готов. Я думаю, спасал кота. Кто забрался, кто за ним полез. Какой-то оболкнулся. Вот какой-то подкатник с ним полез. С этого этажа на машину. Переломанные ноги, таз. Он там как-то сидит. Не надо, я так вообще не надо показывать. Я ездил. С головкрузом. Ну, вот такой вот. Ну, на головке. Он еще внизу. Ну, да. Он на машину приседается. Даonic. А дальше как уже зависит отこう? Он не жил, кстати, 여기서 подъехал там крающие. Там крающие. В полицию, так сейчас обратно и выращивал. Потому что странные с estableцей очень страшные. Так, что ты винить сюда обещав, так Kamasov, что его разводить туда,realных тёж. А где минуты? Он там на карму. Да, 2017, 30, 2015, звонados. Я и начинал удивлён в спорте, сейчас это очень, слишком много их хапу, летели, мастер-надхозы, там даже кто-то пытается боится. Самый сутокчик, знаешь, в чём дело. А то, что, здесь мои, конечно, два нартёмных, ну как бы парня, может, пока не надо. Чтобы родился, восстанавливался, а не чё-то не надо. Это нагрузка. Даже? Он один из первых, он там с детства на арксалину взорчал, он родился на нем. Знаешь, что у мамы у мамы? Таис-трашный, такой, стык. И я навалил ему там всяких мужчин такой, как бы лакать. Потому что у него к мужу встали. И он с ними терялся маленьким, потом был в детстве. И у него в детстве баха, как народный жрал. Он в тюрьме носил, носил людей, там, сумасшедших. А потом начался буддизм, мусульманск, там, вроде бы буддизм. Он всё, что можно. Вот пересмотрел. Вот повод, как мы видим, пересмотрел. Сейчас мы дальше в рекламную. И самым бизнесом. Да. В общем, это прикол какой. Мы не купим честную субканалу. Веса этого? Не знаю. Мы, по крайней мере, в год новой, когда я знаю, там, в первой игре опрос. В первой игре. В первой игре. В первой игре. В первой игре. Мы не купим честную субканалу. А мы, хозяин этой глажили, соберная, что давай, подставим эту сумму. Котёмка. За то, что только машина позвонила. Нет. Логично всем. Здесь. Если там машина с раковкой, конечно, он подаст. Ну, какая-то передача, там, вверхой. Представь машину, это способ прокормить его силу. Один упал. Неизвестно почему. Мы даже котёнку спасали. Пап, выжил. Мы, может, не благодатьясь, кто тут машину поставил там, чтобы не обосвать. А вы? Там Семьяна сказал. А вы что делаете? Пап, хватит. Семьяна. Самая дорогая. Семьяна. Молодец. Не, ну, может быть. Семьяна. Мы сейчас снимаем конференцию. Открываем. 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 Вам не vão еще? Тут все, например. Вы делаете там конкурты? Не, ну, какие его, а то, скажем. Не, мы хотели бы, а то сражать. Или, там, браку, или любой. Ну, ну, вот. Здесь человек, в принципе, и с двенами, там, организацией, выиграли ему, на восстанавливали, убирать. Ну, может быть, больше, но. Я говорю, пожалуйста, что там даже ухажу. Начинаешь следующим? Сейчас, нужно, чтобы куда-то cleaning. Да, там шоп-то. Можно на стоять и начинной? Сейчас еще другой прикол, вот где у палаты, сейчас как именно по любому движок, и что мы узнаем, как и так, если подстоять машину, он там через страховых агентов даже может часто коллективную направить, то он будет сидеть за артиллержатом, чтобы перед кончиной, то сразу скажу, что шеста, 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 давай, а вот человек сказал, что человек сказал, что человек не хочет, а куда так, и для этих людей не готовы на открытие место, но если кто-то на настоящее, то полезно спасать. Вот я к чему еще говорю, я не говорю, что для которых поступили, но с другим, когда на примере привозят гимнастика, ловкость поможет котенка спасти, ну да, что мы сядем на торговой машине, или чтобы подумать головой, гимнастику в голове кружить, но через котенку призвать, он как-нибудь перекид с пилой, чтобы он подвез, а если на них там самолеты вставали, либо если там дорожка-клебокарный закинуть, чтобы подумать, гимнастику уже спать, а там дорожка, а нам надо это сказать, а не так, чтобы рисунок сказать, да я на слюд, ну ладно сейчас его, блах вырублю, пойду, кого дай мне, взял мне сразу, да все, ссать, полечу. Ага, самое интересное, парень здесь, девочка с другим, по-моему, все, младцы, веселые, с вами и сами рассказали. Маленький. Нужно бы вообще сказать, Артём, ну что, брат, погоди, давай сейчас тебя поднесу, и бедро еще поднесу, еще и дальнюю поднесу. Так, сейчас для меня. Пожалуйста, убирайте, кто сейчас вам может поднести пол. А, секунду. Вот эти надо, вот эти надо, в голове, в лампу, в квадратике, собрать и сюда относить. Потом в следующем выбирайте, кто вам может в пол. Не торопись. Надо собрать квадратику, Артём. Давай, собирайте квадратику, только их стереть, Потрескивает Дима, нормально все, Дима? Точно? Кстати, зря здесь сидишь, мне кажется, холодно оттуда поддувает. Либо олимпийку надень. Кофейку попьешь, что ли? Нет. Нет? Чем-то недоволен, Дима, что случилось? Нормально все? Дим? Да. Нормалек все? Да. Все равно сидишь. Дима, помогайте. Дима, а ты что хотел, помочь Артему там? Помоги все. Не, не, хочешь, хоть Дарье помоги. Хочешь Дарье помочь? Она прям, мне кажется, стоит и ждет, до когда Дима предложит мне помочь. Дим? Димарик? Куда? Хочешь Дашу помочь? Крайний. Почему крайний? Это у нас единистая сейчас девочка. Вот я в этом же ем. Да-да-да, и пошел такой. Тихо-тихо, стоп, стоп, стоп. Тихо-тихо. Тихо. Тихо-тихо. Тихо-тихо. А как вот здесь? Ты жил в поле? Ты когда сидел это? Тормально сидишь какого-то. Тихо-тихо. Дарушка, расскажи. Ты разбежался за котелкой что ли? Да спасибо. Не мило даже это видео. Ну и не надо, не смотрят страшно. И, кстати, в таких... А... Прям раз... Я подниму такой... Раз, раз, раз... Чувствуешь? Шепот. Шепот. Да мы не так часто говорим. Волим до странных. В общем, странных там лучших образов. А ты какая-то... А представляешь? Вот, ребят. А рабочие, когда у вас на столько времени работают, получили, чтобы тратить на диагностики, какие-то организации, на то, что там платили таки, там они что-то богаче, кто-то не богаче. А ты мне тут заполучишься? А ты реально деньги будут получать. Погоди, а как ты думаешь, ты будешь доволен тем, количеством денег? Я найду что-то денег. М-м-м! Тогда найди способ и проявлять неудователь в учебе, если ты уверен, что найдешь способ работы в учебе. Найди способ, и неизвестно, что мы ждем. Найди способ, иизвестно, преподаватель в учебе. Меня теперь держили за одной тройки. М-м-м! М-м! Вот здесь, смотри, работает кто-то, найдет себя так, что, ну, что-то поймали без нарушений, решать премию. Все получили 13 зарплат или премию, а его решили. Из-за какого-то упущения. Если человек к этому не готов, морально-нравственно, он будет про это уже себя переживать. Это больше не закончится. Я знаю от ребят, которые могут где-то ходить. Они взякнули на место работы, взякнули на место работы. Они даже мечтали быть в релансе, в то время того, чтобы не было свободно наемным, более наемным. А я буду сидеть за ноги, там он все отключил. Знаете, как это есть люди настолько позамеченные в стороне в себе. В первом году, когда он был учитель, развиваться шестьдесят, пятьдесят лет, они живут за счет родителей. Это поддос. Это какие-то мудрости, попрошайничать, палтиничать, скучать, чтобы пойти с корешками на лавочке посидеть. Хотя очень начитанные, грамотные, можно всю жизнь так провели. Мечта, недовольствие. Я вижу, что это ты или кто-то здесь. Надо не мечтать, надо делать. Опять, Ренат, а что бы сделать? Должен ему представить, что ты будешь делать? Это и есть мечта. Мечты – это и есть цель. Погодите, хорошо. А как вы цель воплощаете в мысль? Вот цель – сдать экзамен или контрольную? Цель – получить пятерку или четверку? Цель – это выполнимая мечта. Почему? Почему? Что? Мечта – это мысли. Есть такая поправка. Это не зря эта мечта невыполнимая. Например, кто-то скажет, рожденный ползать летать не сможет. Человек никогда не полетит. Полетит, даже если он с десятого этажа полетит, но недолго. Полет – это и есть падение, Артем. Даже птица, которая летит уверенно, она так иначе упадет. А если мы рассматриваем полет как в эфире, как в космосе, то это уже да, это уже другое. Нужно обладать науками такими эфирного тела. Что ей надо? Если мечтать невозможно. А какая? У вас это вообще нереальное сделать. Ну тогда им назови невозможная неуполнимая мечта. И даже есть люди, кто стремятся к этому. Представь. Допустим, я лично знаю… Блин, тяжелый пример. Ребят, которые родились и стали слепыми. Ну, на секунду, да? Задуматься. Короче, история такова. Время, одно событие было такое. Молодых ребят отправили в командировку. Вернуться паренок. Так получилось, что по некой причине обстоятельства ему вырвало глаза. Вырвало просто. Ему лицо попритело. Выжгало глаза. Он, находясь в опритенном заведении лечебном, он рассказал, что он видит там внутри. Он вспоминается, что он мечтал. Значит, он мечтал восстановить зрение и увидеть. Не сделать. До сих пор не сделать. Опять разработки через мозг проводят контакты. Внутри там оживляется имплант. Он видит изображение, но видит не как оно, а видит условно цвета какие-то, блик там. Но для него он живет. И знаешь, что это? Банально, сколько там, 20-30 лет человек не отпускает зонки. Просто он понимает, что это невыполнимое. Это гон. Психолог ему скажет, что ты гонишь, ты никогда не будешь обнять глаз. Вот для него это невыполнимая мечта. В том дело, потому что человек сам не хочет от него. Прозреть? Прозреть? А, другой пример? Все, давай. Потому что, когда человек думает, что он хочет, допустим мечтает, светать, например, в Америке. А зачем? Я сразу, я от такого склада, а что там там забыл? Посмотреть мир. Путешествовать. Так. Но он сам для этого ничего не делает, чтобы осуществить второе мечту. Ну, микро-замик, иди в полтишок взял, напивасик спустил, помещал. А зачем? Перед пивом? Да-да, напивасик поставил. Пиво пользовал. А потом выпью. Никита, я понял, да. Он будет делать так, как он сам свою мечту будет. А почему? Ответ, знаешь, почему он так делает? Например, почему он так делает? Из-за чего? Страх? Ленивый. Лень? А что еще? Лень. Не хочет, но он мечтает. Что? Он думает, что все, боясь сразу. А, вот смотрите, какая то самое интересное? А это ведь каждый из нас может сейчас описать то, что у нас внутри. У каждого из нас и лень, и страх, и нежелание. И так-так-так-так-так-так. Вот такие чердаки забитые. У каждого из нас такая тема. У вас сейчас невероятный шанс, парни. Земля реально целая цивилизация сейчас на очень большом битке смены. Сейчас может произойти такие вещи и все повыкнется. И видно, что при вас останется. Даже вы можете ума лишиться. но при вас останется тело, потому что если вы лишитесь тела, тогда вы растворитесь, ну, скорее всего, это означает смерть. При вас останется тело, вот его надо вкачивать, не раскачивать до дыротских разменов, чтобы там, ну, как бы закалили дверь, открывать, нет, тело прокачать интуитивно, навыки, способности, умения общения, коммуникации, все это. Это тело, для кого-то тело это тюрьма, для кого-то тело это храм для души, для кого-то тело это награда, как то самое оружие, которое всегда было, всегда превозгнули, или орудие, а для кого-то это мучение, я жирная, я худая, я тупой, я слабый, понимаете, да? Мы всегда можем придумать очень много про себя. Нет, я думал в этом. Не в этом думаешь делать? Они крупные, их же общество застегает, а общество у них появляется травмой. Общество всегда неправы. А крупные ты как имеешь? По размерам крупнее. Сергей Сергеевич, у тебя самый максимальный вес какой был? 99,800. Вот он выглядел как колобок, вот такие щеки, как колобок. И общество, да, какое-то общество сказал, да нормально, что Сереженька, Сереженька, да ты такой-то мясистый, да? Так с тобой хорошо, такой розово щеки, нормально. А внутри него был где-то диссонанс. То есть он понимал, может быть, понимал, что тяжело двигаться, там, дышать тяжело. Или, например, есть люди, ты знаешь, есть такие люди, у них расстройство умственное, они вот покушают, сразу блевать идут. То есть они боятся потолстечь. То есть реально прям я и блюют. Вопрос, как бы, двояки, зачем? Я не помню, как называется это расстройство, но очень это проблемно. Постоянно там женщина вот такие вот хвости прям, ой, ей вот это нравится. Анорексия, это болезнь, а это и что блюет постоянно. Вот у них какое-то умственное заболевание, расстройство. А может просто организм не принимает? Нет, они прям заставляют себя. Как вот кто пауков боится, арахнохобия, например. А это тоже какая-то вот они себя заставляют вот эту бублевую. Здесь еще какая-то штука, друзья мои, вы поймите. Сейчас опять пример. Я общаюсь в контексте здорового образа жизни, развития гармоничного. Я разговариваю, общаюсь именно только исходя из области знаний в гимнастике, народной, общедоступной, восстановительной. И как вида спорта, и как дисциплины, а именно гимнастика как дак для всех. Смысл такой, многие не переваривают гимнастику, потому что она заставляет ум дисциплины соблюдать. Вот этот порядок, распорядок отношений ко всему. Многим нравится крутить, потому что это прикольно. Всем нравится прыгать, вот эта движуха. Все чувствуют, это по приколу. Но, четко упорядочен, подойти к моменту освоения основ, базы, то есть к моменту освоения элементов каких-то, которые переводить потом дальше. Это не нравится, как бы меня учеба задолбала. Все учиться задолбал. Еще здесь, хочу я крутить 800 тысяч миллиардов оборотов в секунду. Я буду крутить, я буду затыркивать одной и той же, руки до мозолей взрывать. Но буду, мне это нравится, отстаньте от меня. А в другой степени детей хотим воспитать. Раз, два, три сказал ребятенку, тот не понимает, а-бу-ба-бам. Он подзатыльник ему, бах, понял, блядь. Он не понял, и он успокоился, настигался. И это потом перераскивает, 10-15 лет, подзатыльники, бах, понял. А ребенок сам в сигаретку выходит, покуряет. Если ты не слышишь, я батью свою приварю когда-нибудь, задолбал меня. Понимаете, в чем? Отсутствие дисциплины по отношению к себе. Вот, что самое опасное. И гимнастика дает дисциплину, она шлипует. Да, Артем? Она вытачивает. Все не хочу, не могу, не понимаю. Она просто убирает это. Ты потом на себя смотришь, посмотришь со стороны, когда уже 10-15-20 лет пройдет, когда у тебя ляга, как сейчас самого юного, появится, свой сынок или дочка. Тогда ты по-другому вспомнишь и мои слова, и твое отношение. Да, к тем все правильно, да. И да, и как потом тебе, может быть, если вы... Я могу сказать, 99% того, что если вы сейчас не научитесь общаться, вы никогда не сохраните дружбу между другом. Вот, где никто никогда не... 99% того, что у вас получится общаться, если вы не научитесь общаться. И все фантазии, мысли, да мы же вместе всегда... Это все ерунда, никто не будет вместе. Потому что у одного будет много средств для проживания, у другой будет свои интересы, взгляды на мир, у третьего будет мировоззрение совершенно другое, никак касается первого и второго. И вам не получится общий язык найти. Но 1% будет, если вы себя дисциплинированно сможете воспитать. Четко, понимание, как и для чего вы делаете. Все, тогда будет шанс у вас сохранить дружбу, общение с друг другом, как у нас уже сейчас людей. Ну, например, у нас не было такого воздействия информационного, которое сейчас на вас идет. Это крандец. То есть с кармана сейчас выливается такой бред там. Дети смотрят, какие вещи они не могут определиться. Реально, это не прикол. Как, кто они в жизни. Это большая проблема. Многие даже на встречу выпускников приходят там раз в десятилетии, они смотрят друг на друга и думают, «Э, быстрее вы там накликаться, забыть, а вообще, что вообще происходит?» Даже такое происходит. Но один шанс есть, один процент всегда есть для всех. Сергей Юрьевич, ну вы с Артемом Михайловичем просто это, как это, дарщики света. Я сейчас смотрю и не могу вспомнить, она никогда же так раньше, Серега, она же раньше так светло не светила. Так там еще две бабочки не говорят. Мы не ослепнем от такого вообще чудо, которое вы сейчас на это. Как понять. Дросселях, ой, стартерам. Все, сейчас ждем стартеров. Так, сейчас да подметаем перерыв. Ну, блин, этот, перекус, все дела. Артем, давай время сделаем, чтобы вам поудобнее расстояние. Димаева, не годуй на учителей. Так от каких-то учителей не годуй. ты должен помнить, что может чьи-то родители. А прикинь, ты станешь, Дима, ты станешь чьим-нибудь учителем. Дима, учителем. Прикинь, прикинь, здорово. Открой меня. Я расскажу в милицию тебе. Или там бы рассказывать за тебя. Ну, что ты видишь там? Вот. Прикиньте. Здесь просто другой момент. Продолжение следует. Дима, я умаю нас влюбить. Надо уметь. Сколько это проживает? Почему никого надо уметь? Я вот так живем. Я опять вот так же сказал. Все не начинаю. Это Дежаве. 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 Либо вы правильно сейчас. Если, как правило, вы к этому встречи, значит, вы живете правильно. Например. Что, да? Например. Хулигарю я на улице. У меня бах, Дежаве. Иду с братом. Там кто-то, да? Заточен. Он достает. Мы готовимся. Нет, Слава. Я говорю, Слава. Я говорю, Слава. Ну-ка, стоп. Хорош. Что-то не то. А то скажешь, нормально. Пойдем на дело. Дальше. Лохой? Да нет. Нет. В смысле у меня Дежаве. Нет. Нет, я уверен, что у тебя такого нет. Ну, то, что Дежаве, красавчик, я с чем против, что ли? Это указатель. Правильно. Это указатель. Сейчас мега-ультра-супер-упер-правильно. Сейчас за всеми нами. Это дело тебе воздастся. Это кармой ты свою исправляешь. Любой. Я шубарь такая штука. Любой, кто служит кому-то другому, он исправлялся. Да. Верите в это, не верите. Ключи на следующую связь. Я и правляюсь. Веришь? Нет. Котел сказал, кормить. Ну, хорошее дело. Котел, кормить. Или человек будет попадать. Вот, видишь. Одна измеряна. А кто-то скажет, а что мне человек помог? Или этот котенок нассал там, а что я ему правильный должен? Зачем? Незеральная работа. Конечно. Дальше, Артем, так интересно дальше будет. Я сейчас... Вот мы сейчас живем, сохраняем. Слава богу, вот парни, ну, ребятя я называю, да это взрослые, то, условно скажу, это такого же родства, как ваши родители, может быть, даже чуть старше. Вот для меня это, ребятня, вот слава богу, что у нас осталось миропонимание, что происходит, что мы не поглядя в это болото социалки, что когда, вот сейчас все мамы, да, простят меня, жена пилит, 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 пилит. Где зарплата, где тот, ребенок там надо ему, это, Васька его соседнего подъезда подел, мага кончилась, там еще пилит, пилит и батю в ахуу и кулит. Ой, блядь, пойду я к подруге, схожу с гаражами, пиласик там что-нибудь, или просто пойду к изденушке, это, блядь. Нет, надо, Артем, не надо, вы должны, парни, мужчины, вы должны воспитать своих жен, женщина, это очень, это очень добросовестное воспитание, но вы должны воспитать своих жен так, чтобы у вас не было ни порядка. А женщина, по своей сути, она очень эмоциональна, она плохая, все мамы так или иначе, к сожалению, ругались со своими детьми, потому что они не держат моральные нагрузки, а батя, он тут редко подключается к каким-то действиям, да, ну нет-то, потому что, запиховлен, жена недовольна, ребенок что-то делает, надо решать, а если бы с самого начала родители бы нашли мостик у телекланина со своими детьми, и родители бы были повоспитаны, то что мамы достанет, тогда что у вас проблем, вообще не будет проблем. Даже если мир староры летит, там что-то, крах какой-то, дома должно быть все четко, дома четко, в душе четко, в коллективах четко, в народе четко. Так, убрали, домили, сейчас пока смотрим, пока так оставляем, предлагаю помыть руки, там или что-нибудь вытереть, перекус, и ждем этот, взрослых друзей. Руки мыть, пойдете после пыли? Нет? И сейчас легкий перекус, сейчас Петр Владимирович должен соком побег, но пока вот перекусим. Мойте руки, пожалуйста. Кто дометает, спокойно, дометайте, там доделывайте, не дергайте, на всех все, хватит. Мойте руки, всегда. Только не курите, пожалуйста, ребята. И девчата. Дарья, паришь? Парила? А зачем? По кайфу было попробовать? А ты в детстве поешь? Ну как, ну в детстве? Ну уже будучи ты осознанный. Если показали конфетку, сказали, на, вот езжи, я буду, как ребенок взяла, слышала от вас. Ты что, не мама, что это бред? Я про это и говорю. То есть ты выбрал вот путь разрушения, деградации. Во взрослости водку выпил? Случайно. Ха-ха, не бари, мы уже нормально все. Нет, там в стакане просто была налита такая жидкость, я думала, что это вода. Ой, реально. Я пыталась пить, а чуть-чуть, но чуть не трое. Я вот такой стакан водки выпил. Вот я тебе вопрос один задам, находишь пропорционный. Как ты думаешь, сколько я подобную историю слышал раз? Ну на воду, где-то говорят. Ну не все, многие. Да я случайно жидкость выпил, и даже бывают взрослые люди так говорят. Здесь надо было, видите, надо было гимнастику, молодец. Гимнастику, маха, как надо было гимнастику. Все, мойте руки и все, пойдем все. Первое сделаю, второй этап. Да, Сергеевич, молодец. Так, это, мы в стритых навигатор построим. Второй этап сейчас будет. Вот, Федя, ты руки помышь? Нет, иди мой руки. Руки помыть, чтобы перекусить сейчас. Энергию восстановить. Артем, иди мой руки.